Хочешь не только собрать всю коллекцию СНК Мобайл и прокачать любимых персонажей Дейксов и играть в свое удовольствие, а ценник на души тебе не по карману? Тогда тебе сюда. Магазин Парадайз. Здесь вы можете приобрести души, золото по самым доступным ценам в разделе товары. Сделают быстро, качественно и лично отменят 1000 душ в подарок. Также проводятся различные конкурсы как в магазине, так и в моей группе ВК и можно выиграть много чего интересного для вашего аккаунта. Из-за санкций многие не могут совершать покупки в играх, а моя группа предоставляет эту услугу открытие донатных паков со снащениями персонажами. А также тут можете приобрести души, золото на Android и на iOS. Если есть какие-то вопросы, то можете написать мне в личку ВК и уточнить. Всем приятных покупок. ВК и уточниках пользовался. По поводу горы, пояс похитителя душ. Здесь будет увечья. Очень хороший процент. Много атаки. А вот про хищную билину, почему я не сказала? Потому что она будет, во-первых, уворачиваться, во-вторых, у нее будет подхилл и так от 2 СП. Так, ну что я приготовил именно для этих боссов? У меня будет горы классические 20% к атаке. Всем дает. Здесь также темная мантия. На всякий случай два снаряжения с этой башни. Также здесь у меня на всякий случай парадная форма династии для пробития щита. Снаряжение кольцов рыбороса. Это с этой башни. Штык и револьвер. Это на криты. Так, самый главный дамагер, конечно же, МК-11. Шанзун. Здесь капюшон гадюки. Спецприем 2. Будет, в принципе, подхилл. Зубы дракона. Это увеличение критов. Если, конечно же, они сработают, то будет очень бомбезный урон. По поводу, конечно же, талантов я продемонстрирую. Какими талантами я пользовался. Если я буду менять, тоже буду показывать. Здесь также будут две сборочки, ребята. Вот. И будем, конечно же, смотреть, что интересного, конечно же, нам покажут донатные персонажи. На них я поставил большую ставку. Попробовать именно пройти без снаряжения с этой башни. Смотрите. В принципе, начинается атака. Пробитие щита сразу срабатывает. Очень хорошо. В принципе, я даже еще и спецприем не делал. Делаем первый. И что нам дальше? Конечно же, пока все отлично. Увеча нам не прилетает. Да, только успел сказать. Сразу прилетело. Думаю, нужно будет поменяться на Шанзун. Делать второй СП. Так. Сколько же он нанесет? И высасываем вампиризм. Почти 500 тысяч. Подхилл это очень хорошо. При том, что выходит хищная Мелина. Делает первый спецприем. Но, в принципе, я хотел и хочу поменяться на Канун. Я для чего это сделал? Для того, чтобы пробить щит. И потом снова может зайти Шанзун. И в пробитый щит охрененно критануть. При том, что смотрите, сколько жизни остается у хищной Мелина. При том, что сейчас он ее оглушает. И второй СП сразу же в пробитый щит. Сколько же он нанесет? Если больше пятихатки. Восемьсот семьдесят четыре. Охренеть! Вы это видите? Какие цифры показывает Шансон. Это охренеть можно. Вот это да. Вот это я даже в шоке. Сразу выносят персонажа. Здесь, конечно же, что дальше мы будем делать? Некоторое время будем атаковать. Можно даже и попропускать. Что? Сделаем второй СП. Можно будет, конечно же, так же, по такой же тактике поменяться на Кана. Или, да в принципе, блин, я хотел сразу второй СП сделать на Гора. Но тут уже поменялся. Вышел Шаукан. Ну, ничего страшного. Ребята, смотрите. Подхил идет. И делаем сразу первый СП. 0,6 секунд осталось. Можно будет, в принципе, сразу взять Кану и сделать первый СП с прием. Я думаю, он его вынесет. Ну, если и нет, некоторые серии атак, снова первый СП с прием. И уже, наконец-то, я его выхлестываю с этой битвы. В принципе, да. Иногда бывает, что ты спешишь куда-то пред батьки в пекло. Но ничего страшного. Смотрите. Делаем сразу второй СП. Сохраняем еще его. Также снова. Хоп. Второй. И еще раз сохраняем. Но нам этого достаточно. Все. Битва закончена. А персонажа отыграли на ура. Очень хорошая тактика, ребята. В принципе, пользуйтесь. Кому какие интересны. Задавайте вопросы. Подскажу, чем смогу. Дальше, ребята. Я ставлю вот такую вот команду. Да. Комбат Кап. Я хотел, в принципе, сыграть полноценный Комбат Капом. Но... Решил все-таки и Скорпиона оставить. Поменять одного всего лишь Перса. Да. Мне нужно будет иммунитет к Увечью. Также, да. Потому что вы видите, какое мощное снаряжение уже стоит на этих персонажах. При том, что это простая башня. Что я для них приготовил? Конечно же, одно снаряжение ставлю на... С этой башни. Здесь у меня Комбат Кап в отряде. Все получают Увечья. Иммунитет. Именно темная мантия. Это очень хорошо. Возможно, будет впитывать какую-то урон. Вот здесь одно снаряжение с этой башней. Здесь также одна зеленка. Также я ставлю именно пробитие щита. Это мне понадобится. Да. И Остриежница. Здесь будет крит. И, конечно же, если получится, можно будет даже и наложить проклятие. И будет очень хороший урон. Здесь вы смотрите именно таланты, которыми я буду пользоваться именно сейчас в этой битве. И я думаю, все-таки у меня получится вынести этих боссов с одной, конечно же, попытки, ребята. Да, Кейси Кейдж именно здесь для пассивки. Для иммунитета к Увечью. Самый главный дамагер это Джонни Кейдж. Здесь я буду с помощью вот таких вот завершающих комбо атак. И, конечно же, основной атак из спецприемов. Накладывать проклятие. Конечно же, щит. И пытаюсь, конечно же, его привязать, чтобы он никуда не улизнул. Поэтому, ребята, это будет, конечно же, очень хорошо. При том, что если мы привяжем, то будет вообще замечательно. Чтобы не выходила именно хищная Мелина. Она может быть, в принципе, подхилиться от второго СП. И будет нам больновато. Здесь я попробую за Скорпиона тоже сделать несколько спецприемов первых. Блин, ну смотрите. Сразу прилетела вот эта вот бомбежка и не получается. Приходится меняться снова на Джонни Кейджи. И продолжать серию атак с первых спецприемов. Здесь держим блок. Можно, в принципе, я себе могу это позволить. Что? Накладываем, конечно же, проклятие. И очень даже хорошо. У нас еще и истощение вот идет, в принципе, маленькое. Да, то есть мы горим и меньше силы копим. Да, так, охрененно, смотрите, какой урон наносит именно Джонни Кейджи. В пробитый щит, в проклятие, почти 400 тысяч. Опа, оглушение. Пробитый щит, проклятие, 125. Снова первый спецприем. Да привяжись ты уже или уже, конечно же, минус. Все, я делаю, конечно же, вот такую вот комбинацию за Кейси Кейджи. Блин, вот хреново, что когда она заходит, вот делает именно вот это вот свое непонятное что. В принципе, мог бы сделать сразу второй СП и минус гора с одной стороны. Вот, ладно, погнали выносить именно хищную Мелину. Было бы, конечно же, очень четко, если бы я пробил щит за Скорпа. И можно будет потом заходить именно за Джонника, спамить первыми спецприемами. Не получается пробить. Попробую, конечно же, сейчас просто хотя бы привязать ее, чтобы она уже не ускользнула. И, смотрите, пробитый щит, но она хотела уже уйти. Привязка, давай уже, куда-то там делась. Я вообще не знаю, вот смотрите, истощение работает, но привязка ни хрена не хочет срабатывать. 20 секунд, она все, видите, да, все пытается улизнуть. И, наконец-то, наконец-то, все-таки срабатывает эта привязка. В пробитый щит, охренеть, где криты? Минус, получается, хищная Мелина. Все, минус гору, вторая победа подряд. Да, ребята, что, эксклюзивчик, в принципе, отменяем к 11 команда. Вот сейчас мы и посмотрим, на что готовы именно эти персонажи. Я сразу показываю, что это снаряжение дает. Увлечение урона от основного атаки. Также здесь удача есть. Это же также блокбрейкер. Вдоводелы. Здесь увеличение урона от основного атаки. Если 80+, то спецприемы больше. И здесь удача на 15 секунд при входе в бой. Охренеть. Снаряга вообще отличнейшая. Именно вот это вот вдоводел. И зубы дракона, понимаете, да, здесь будет хороший урон. При том, что если королевская, еще и это будет срабатывать. То есть блокбрейкер. Здесь криты, в принципе. Считалочка увеличения критов. Да, крит урон. Бонус. Да, у меня, в принципе, практически всегда прокачано одно и то же. Именно на синдол. Здесь у меня блокбрейкер. Повышение шанса крита. Также здесь темная мантия неуязвимость. Также заморозка может быть прилететь. При спецприемах здесь родное снаряжение на фуджино. Повышение шанса крита. Бонус к заряду силы. Силы, да. Здесь увеличение урона спецприем 2. В принципе, бонус к заряду силы. Никакого снаряжения вообще не ставлю. Именно с этой башни. Мы будем пытаться разносить их по моей тактике. Конечно же, накладываем ливень, ураган, пробитие щита, оглушение. Все подряд. Все, что можно, будем накладывать. Здесь сейчас что я делаю? Очень хорошо, что у меня прилетело сопротивление к увечу. Смотрите, у меня удача уже сработала. Это очень даже хорошо. Но я все-таки решил сделать что? Сделать вот такую вот комбинацию. Навесить на него ураган. Также сделать второй спецприем, чтобы оглушить. Потому что сразу зайдет именно Рейн. И нанесет второй СП. Давай посмотрим, сколько будет именно урон. Охренеть. Смотрите, какой урон. При том, что пробитый щит. Еще и молния охреначит. Вообще жестко. И у меня получается еще каким-то образом блок поставить. Смотрите, как охрененно все получается. Рейн остался в живых. При том, что здесь нет еще раз 2 снаряжения с этой башней. ХП у меня не такой уж слишком и резиновый. Что мы здесь делаем? На нее также накладываем вот такой вот ураган. Делаем второй спецприем также. И здесь я уже позову, наверное, Синдал. Посмотрим, сколько она несет от второго СП. При том, что, да, видели, сколько Фуджин 314 косарей нанес. Давай, Синдал. Второй спецприем вынесло. Вы видали? Почти лям. Почти лям. Последнее было 303 тысячи. Охренеть. Это все, если сложить. Не, может быть, около 700 будет. 700 косарей тоже хорошо. Также делаем и на этого персонажа. Накладываем ураган. Делаем второй спецприем. Он даже может сделать его даже без пробития блока. Потому что он без бутбрейкера вообще может справляться. Здесь также хоп. Делаем второй спецприем. Смотрите, какой охрененный урон вылетает. Молния шарашит. Помогает нам выносить этих боссов. Ребята, здесь я, конечно, уже подурачиться. Решил именно Рапсодией. Все равно он в оглушении. И все. Смотрите, какой урон даже у Синдал. Охренеть. Да, смотрите, что творят именно вот такие вот персонажи. Да, донатные. Без снаряжения. Да, ребята, конечно же, донатные персонажи с донатным снаряжением. Но не с этой башней. Они справляются вообще на изи. Я очень доволен. И я вообще, если честно, в шоке, что они на такое способны. Да, ребята, они у меня десятого слияния. Можно, конечно же, их соединять с другими персонажами. Но все-таки я выбрал именно эту пачку. И она мне сейчас именно радует. Так что, ребята, оцените именно прохождение всех этих трех битв. Я думаю, вам это зайдет, понравится. Также комментарий, подписочка и так далее и тому подобное. Напишите в комментарии, что бы вы хотели еще увидеть. Какими командами вы проходите. Для этого вы сейчас увидите таланты, которыми я пользовался. И всем спасибо за внимание, ребята. И всем все хорошие. Увидимся дальше в следующих битвах. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok